Наклонная плоскость Наклонная плоскость – это еще одно приспособление, с помощью которого можно относительно небольшой силой поднимать вверх большие грузы. Здесь на наклонной плоскости установлена тележка. Положим на нее 5 грузов. Еще один такой же груз подвесим на нити, перебросив ее через блок. Видно, что веса этого груза не хватает, чтобы поднять 5 грузов вверх. Снимем один груз. Тележка пока что все еще стоит на месте. Снимем еще один груз. И тележка поехала вверх. Получается, что один груз, висящий на нити, поднимает вверх по наклонной плоскости 3 таких же груза, а в дополнение к этому еще и вес тележки. Чтобы понять, как устроено равновесие грузов на наклонной плоскости, голландский инженер и механик Симон Стевин придумал замечательный мысленный эксперимент. Рассмотрим горку, составленную из двух наклонных плоскостей одинаковой высоты, но разного наклона. Перекинем через эту горку замкнутую цепочку шаров. Очевидно, что если эта цепочка в начале опыта неподвижна, то она так и будет находиться в неподвижном равновесии. Ведь если бы она начала двигаться, у нас получился бы вечный двигатель. А вечный двигатель невозможен. Именно так и рассуждал Стевин. Можно сказать и иначе. Цепочка не будет двигаться, потому что ее центр тяжести и так уже находится в наинизшем возможном положении. А теперь отрежем от цепочки ее нижнюю часть. Она одинаково тянула верхнюю часть за оба конца, поэтому верхняя часть так и останется лежать в неподвижном равновесии. Каждая из двух частей верхней цепочки – это груз. Величина этого груза пропорциональна длине наклонной плоскости, на которой он лежит. Заменим обе части цепочки на равные им грузы. Мы получили, что два груза уравновешивают друг другу на двух наклонных плоскостях, когда их веса относятся между собой так же, как длины наклонных плоскостей, на которых они лежат. Заменим в рассуждении Стевина одну из наклонных плоскостей на вертикальный отвес. Мы получили следующее условие равновесия. Вес груза на наклонной плоскости во столько раз больше веса груза на отвесе, во сколько раз длина наклонной плоскости больше высоты отвеса. Заменим груз на отвесе человеком, тянущим за веревку. Он тянет за веревку с некоторой силой F, и эта сила во столько же раз меньше веса поднимаемого груза, во сколько раз высота отвеса меньше длины наклонной плоскости. Конечно же, в этом рассуждении мы считали, что груз поднимается по наклонной плоскости без трения. При учете трения, силу, с которой мы тянем груз вверх по наклонной плоскости, придется увеличить. Высота этой наклонной плоскости в 4 раза меньше ее длины. Эта банка весит 12 единиц. Для ее подъема по такому наклону надо будет приложить силу в 4 раза меньшую веса банки, то есть 3 единицы. Будем закатывать банку наверх с помощью ленты. Посмотрим, с какой силой мы тянем за ленту. Сила оказалась равной полутора единицам, а не трём. В чем же тут дело? Почему сила уменьшилась еще в 2 раза? Давайте попробуем с этим разобраться. Длина ленты, за которую мы тянем, равна длине наклонной плоскости. Когда точка приложения силы прошла всю длину наклонной плоскости, банка поднялась не до самого верха, а только до середины. Поэтому и сила по золотому правилу механики оказалась в 2 раза меньше, чем мы ожидали. А полный выигрыш в силе, который дает такое устройство, равен не 4, а 8. Ми.